Здравствуйте. Средний чек россиянина за один поход в магазин составил 512 рублей. Таковы данные исследования холдинга «Рамир». В материалах уточняется, что в мае средний чек похудел в Центральном округе, Южном, Уральском и Сибирском. А вот в Приволжском, то есть нашем и Северо-Западном, он наоборот прибавил. Если сравнивать с маем прошлого года, то средний чек вырос на 25 рублей. То есть в 2016 он составлял 497 рублей, сейчас 512 рублей. Рост 5%. Если говорить о покупательской модели, то в мае выросла частота походов в магазины. Так покупатели сократили чеки в гипермаркетах и супермаркетах, но зато увеличили покупки в небольших магазинах у дома. Объем хищений с карт граждан за год упал на 55%. Расчеты для газеты «Известия» провела компания «Зикурион», которая специализируется на безопасности банковского обслуживания. Эксперты связывают падение уровня краж с повышением уровня кибербезопасности банков. Почти половина краж связана с так называемым скиммингом. Это когда на банкоматы устанавливают устройство, которое считывает номер, срок действия карты, пин-код. В сети главным образом бороют с карт путем фишинга. Это кража логинов и паролей клиентов через интернет с помощью сайтов-двойников и рассылки вирусов на персональные компьютеры пользователей. Цены на пермские новостройки продолжают ползти вверх. Стоимость одного квадратного метра на первичном рынке за месяц выросла чуть более чем на полтора процента, до 52 тысяч 700 рублей. Таковы данные аналитического центра «Медиана». А вот вторичное жилье подешевело на 0,37%. Стоимость квадратного метра зафиксировалась на уровне 48 тысяч 720 рублей. Самыми продаваемыми в новостройках стаются однокомнатные квартиры. На вторичке больше всего востребованы двухкомнатные. Средняя цена жилья в новостройках Перми составляет 3 миллиона рублей. Самая большая, выставленная на продажу квартира в нашем городе, стоит 30 миллионов рублей. Ее площадь составляет 336 квадратных метров. Цены на бензин в Пермском крае вновь начали расти. С начала года стоимость моторного топлива в Прикаме выросла на 3,8%. В мае рост цен на прикамских заправках составил 1%. Таковы данные Пермстата. Стоимость газового моторного топлива за прошедший месяц снизилась на 0,2% и составляет сейчас 17 рублей 43 копейки за 1 литр. Стоимость дизельного топлива и бензина выросла на 0,1% и на 1% соответственно. Так, 1 литр бензина марки АИ-92 в среднем стоит 36 рублей 80 копеек. АИ-95 – 39 рублей 51 копейка. Дизельного топлива – 38 рублей 71 копейка. Курс доллара, установленный Центробанком, составляет 56 рублей 90 копеек. Курс евро – 63 рубля 77 копеек. Спонсор рубрики «Деловые новости» – дисконт-центр напольных покрытий «Купи пол». Сенсация! Весь июнь «Купи пол» без НДС. Только в июне. И только в дисконт-центре «Купи пол» на «Линолеум». Скидка 18%. Торговый комплекс «Парковый». Улица Трамвайная, 33, павильон номер 8. На этом у меня все. Удачи в делах. Продолжение следует...